Дота Драгонблад, аниме-сериал по нашей любимой игре, первый сезон которого стартовал в 21 году и повлек за собой немалые споры. Было очевидно, что одного из многочисленных персонажей этого аниме, которых мы с вами видим впервые, скоро добавят в игру. И я думаю вы уже догадались, что спустя пару месяцев в Доте появилась Марси. Но была ли она тем самым персонажем, которого все ждали? Очевидно нет. Лично я делал ставку на Фимрин, это ключевой персонаж всего аниме, скиллы которого покадрово показали в самом сериале. Но раз это мой канал, то тут я могу воплотить свою хотелку в жизнь. Итак, встречайте, Фимрин с готовой моделькой, анимацией, репликами и скиллами. Фимрин, дитя луны, чья голова забита сказками. Девчонка, которая возомнила себя богиней. На самом деле ты всего лишь фрик. Аномалия. Фимрин, овенклей в Кадвик. Фух, чуваки, ну чё, этот герой уже в игре? Сразу скажу, что между тем, как придумать этого героя и как добавить этого героя, прошло несколько месяцев. Поэтому, наверное, давайте начнем с самого начала. Для тех, кто не в курсе здесь, я втайне от всех создаю нового героя доты, а далее даю проигрокам и медийным личностям сыграть на нем. По ульте я, честно, ничего не понял. Я не знаю, что произошло, я чё-то всех разъебал просто. Ой-ой-ой, не, слушай, я на нем очень жесткий. Также, чуваки, набираем 40 тысяч лайков, и мы сразу же записываем 1х5 с Фимрин, поэтому поднажмите. Как известно, там, где собираются двое, сразу возникает экономика. Поэтому, едва появились первые онлайн-игры, народ тут же принялся строить виртуальный капитализм. Сначала все торговали на доверии, вскоре это царство лохов, то есть молодой рынок, наводнили мошенники всех мастей, тут же превратив его во что-то среднее между Диким Западом и Вестеросом. Все норовили наебать всех, прежде чем наебут их. В результате мораль в комьюнити падала, а подозрительность напротив росла. Так появились гаранты. Они предлагали проследить за тем, чтобы и продавец, и покупатель в результате получили обещанное, и никто никого не обманул. Но одних гарантов навык мошенничества был прокачан настолько, что позволял наебать обоих участников сделки сразу. У других же комиссия была такая дикая, что это почти напоминало наебаловое. Да и мир не стоял на месте. Новые игры выходили постоянно, и в каждой была своя валюта, ключи от кейсов, питомцы и прочие золотые автоматы. Ну и, конечно же, свои 120 уровней, которые нужно было вдрочить. На поиск нужного предмета или услуги теперь требовалось времени больше, чем, собственно, на игру. Приходилось сидеть в тематических форумах, ловить предложения и при этом еще следить, чтобы тебя не кинули. Затем появились магазины. Торговать стало безопаснее, но их ассортимент вызывал смех, заказы обрабатывались через жопу, зато наценка была конская. Короче, гроб, гроб, кладбище, гейм-овер. Но это пока биржа фан-пэй не появилась. Эти ребята вместо людей посадили роботов, чтобы те обработкой заказов занимались. Кормить роботов не надо, так что и комиссию за сделку установили небольшую. Потом прикрутили контроль безопасности, как гарант, только кидать не умеет. Ну и ассортимент расширили настолько, что магазинам только локти кусать остается. А главное, даже если у одного продавца нужный товар закончился, его можно попросту взять у другого. Короче, больше никаких анальных болей, только фан, профит и любимые игры. Но если до этого, когда мы добавляли аганима, у него уже была моделька, анимации и даже реплики внутри доты, то тут нам придется делать это все самим. И естественно, чтобы не делать модельку абсолютно с нуля, я начал искать в интернете нету ли уже готовых моделей фимрин, тем более фанатов у нее немало. Но мне удалось найти лишь вот такую стилизованную фигурку, которая хоть и прикольно выглядит, но нам не подходит. А также вот такой игровой вариант. Но честно говоря, смотря на ее лицо и вот на эту треугольную грудь, у меня больше ассоциаций с Ларой Крофт на первой плойке, чем с новым героем доты. Да, модельки в интернете нет, именно поэтому давайте делать ее с нуля. И сразу же первая проблема. В аниме-сериале у персонажей нет лица. Но как бы они есть, да, но настолько упрощены, что 3D-модель ты из этого не сделаешь. Сравните ту же Мирану из аниме и из личности. Их лица максимально отличаются. И как мне объяснить 3D-художнику, какое тут должно быть лицо? Но благо у меня есть идея, что с этим делать. Мы просто засунули этот кадр в чат GPT и попросили сделать из этого персонажа 3D-модель. После пары неудачных вариантов у нас вышло вот это. После получения референса 3D-художник приступил к работе. Делалась 3D-моделька, а также все анимации к ней. Например, персонаж должен стоять в стане, быстро бегать на хосте или летать в юлах. Также у героя есть тычки или, например, скиллы 1, 2 и ультимейт. Все эти анимации делались вручную. Но пока модель делается, нужно решить, как быть с озвучкой. Было два варианта. Заказать полный спектр фраз у девушки, которая является официальным голосом Фемрин в русском дубляже. Или же слегка сэкономить. Я выбрал второе. Я просто взял реальные фразы из аниме и прогнал их через нейросеть, убрав сторонние звуки. Таким образом персонаж говорит тем самым голосом, что и в сериале. А самое главное, абсолютно бесплатно. Моделька, реплики, тут все понятно. Теперь давайте перейдем, как мне кажется, к самой интересной части этого ролика, к скиллам. В сериале нам явно показали все те обилки, которые обязаны быть у нее в игре. Например, она могла превращаться в своих тиммейтов. Что мне кажется достаточно бесполезно в реалиях доты, но благо у нас уже есть пример такого скилла, и это миссчив. Спелл как бы есть, хоть и редко используется. Мы поступили точно так же, и этот спелл добавлен как допобилка. То есть качать его не нужно. Основной же скилл этого героя это теневой блинк. Он и будет нашей кор-механикой. Фемрин отталкивается от земли и буквально через мгновение превращается в теневого духа. В такой форме фемрин полностью неуязвимо, может пролетать сквозь леса и хайграунды. Задев тиммейта, она его подвинет, крипам нанесет урон, но из формы духа не выйдет. А вот если вы врезаетесь во вражеского героя, то напротив выходите из формы духа и получаете дополнительную скорость атаки. А также вас нельзя выделить на то самое непотраченное время второго скилла. Спелл прикольный, ощущается круто и достаточно анимешно. Помогает фармить, драться или убежать от врагов в нужной ситуации. Следующий спелл, который также взят из аниме, это ее пассивка. В мульте она смогла увидеть башню инвокера, спрятанную в низе, когда другим героям для этого нужен был гем. Помимо всего прочего, этот спелл имеет очень крутую механику. Нанеся по герою два удара на последнем левеле прокачки, вы нанесете ему доп. урон, а также откатите все свои обилки на одну секунду. Что при должной скорости атаки может стать настоящей проблемой для ваших соперников. Ну и последний спелл, взятый из аниме, это ее ультимейт. В мульте она создавала вот такие копии. И да, у нас в игре очень много иллюзионистов. Создавать еще одного такого же без какой-либо интересной механики, как мне кажется, глупо. Поэтому я решил, что эти копии должны повторять ваши действия. То есть вы не можете просто взять, выделить копию и, например, отправить ее атаковать. Нет, вы должны сами атаковать, и тогда копия вас послушает. Ну или, например, нажать второй спелл, и тогда все копии сделают то же самое. Дагон, Хекс, Абиссал, Митюрхаммер и даже Манта. Все, что делаете вы, делают они. Более того, у этих копий работает ваша пассивка, и когда они атакуют, все ваши скиллы моментально откулдауниваются. Да, ультимейт оказался безумно смертоносным, и мне кажется, добавив сейчас этого героя с таким ультимейтом в обычную доту, винрейт был бы, ну, 60% или больше. Ну и у нас остался последний спелл. К большому сожалению, все, что предлагает аниме, кончилось, поэтому тут я руководствовался логикой и своей смекалочкой. Герой, очевидно, кор, и как любой кэрри, ему нужен нюк. Свен, Врейс Кинг, Луна, каждый из этих героев обладает нюком. Вот и наш эфемрин тоже будет. Итак, нажимая первый спелл во врага, она ненадолго пропадает с карты, дает один удар по врагу и оказывается с противоположной стороны. Также этот спелл накладывает сайленс. Механика очень простая, если вы далеко от цели, то и окажетесь далеко за спиной. Близко окажетесь близко, как-то так. Ну и да, копии так же, как и вы, юзают этот спелл, очевидно. Ну и да, я думаю, вы заметили, что я не говорил о ее статах, и на какую роль я планировал этого героя. В прошлый раз, когда я создавал Аганима, я хотел, чтобы он был мидером. И статы я подсмотрел у Котла, Зевса и ему подобных героев, собрав нечто среднее, мага, который не бьет с руки, а убивает кастами. В случае с фемрин я же хотел, чтобы герой был кэрри и наоборот, вносил основной дамаг с руки. Поэтому статы я брал между Пэллом, Антимагом и Фантомкой. Я думаю справедливо. Также, чуваки, каждый из вас может опробовать фемрин уже сейчас самостоятельно. Всю инфу я залил в свой телеграм-канал, ссылку на который я оставлю в описании к этому ролику. Переходите, смотрите, пробуйте. Ну что ж, а теперь главная суть ролика. Как и в прошлый раз, я отправлю трех своих друзей сыграть на фемрин в первый раз в жизни. Задача участников будет придумать раскачку, итем билд и в целом стратегию на игру. Как и в прошлый раз, игра будет проиграна, если игрок не успеет разобраться, придумать правильный итем билд, раскачку и внести достаточный вклад в игру. Как я уже сказал, сегодня ты будешь играть на новом герое. Этот персонаж взят также не с потолка, это по факту персонаж, который есть во вселенной Драгонсблад. Ну, во вселенной Доты, получается. Ага, Ванимэ. Да-да-да-да-да. Смотрел вообще ты, Ванимэ, или нет? Да-да, смотрел. Не все посмотрел, но в новом сезоне смотрел. Да, но только первый сезон. Там была такая, одна из главных персонажей, звали ее Фемрин. Ага, ну я помню, да. Смотри, самый главный вопрос, это Кэрри или просто что это? Это тебе нужно понять, это тебе нужно понять. Хотя в одну подсказку, полы у нее сколько, 400,5? Твоя команда будет слабее, чем команда соперников, но твой герой как бы сильный относительно Герой Доты. Вот и все. Да, езет, я готов. Просто если ты мне дал саппорта, я не знаю, как я тащил бы чуваков, которых там маленький рейтинг, но на Кэрри затащил, ладно, окей, это я смогу. Также, чуваки, не забывайте, что у Антона и Мепошки есть свои телеграм-каналы, а также каждый из участников этого ролика стримит. Головач так вообще регулярно, поэтому ссылки на все это я оставлю в описании этого ролика. Обязательно переходите и поддержите участников. Совершает прыжок через цель, нанося урон и оказывается в противоположном месте от цели. Нифига у меня, блин, как я и так, меня тут вообще разъел какой-то. Бля, а че он такой сложный? А это реально игроки играют или как? Как тебе сказать, да, реально, реально. Это, представь, что ты играешь просто свой обычный ранкет матчмейкинг, вот реально, вот просто ты стартанул, даванул рейтинг, короче, и все. Походу через плюсы будем качаться, я с тобой вообще не понимаю. Не, это намного будет проще в игре, я думаю, в игре будет проще, я тебе скажу честно. Смотри, ну это герой ловкости, стандартный закуп, видно, что у него какие-то эти кружки какие-то есть, я думаю, она с руки бьет, то есть что-то типа этого, мартры или антимага, короче, вот такой закуп. Вот, вообще, да, 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 и статы у нее тоже смежные между мартры и антимага. Ты говорил, ты смотрел, типа, Дота Драгонзбот, ты герой-то помнишь этого? Вроде помню. Ну, она такая, одна из ключевых. Она, по-началу, злая была, потом, вроде, добрая. Че думаешь по билду? Вот, мне интересно, как бы ты собрался на тимбире? Надо посмотреть его атаку, если он, типа, ну, атакует именно с руки, вот, ну, в ближний бой, как антимаг, как мартра, то это однозначно будет дофе, 100%. И надо затестить спелл какой-то еще, вот тот первый, который я вкачал, как он работает. Это, это ты что-то, это ты что-то незаконное нашел, по-моему. Не знаю, мне просто автоатака. Это, по-ходу, это, по-ходу, баг. Точка ком, прямо сейчас случился. Че страшно, обозим. Офигеть, у меня тут пассивка даже от обденая как-то настакивается. А, у нее есть время длительности, я понял. А че пассивка делает, ты понял? Ну, там что-то настакивается и потом демиш какой-то выдает. Да я, я, если сбивать буду, я даже кнопку нельзя, как-то нажму. Да, я просто нажму. Что-то произошло, да? Пошла просолка, пошла просолка. Ну, к сожалению, мы не сдам. Ой, с первым с филом будут проблемы, я тебе говорю. Ага, я уже увидел, как она работает сейчас. Ну, она там далеко куда-то у меня улетела вообще. Ну, это, вот у этого есть закономерность. То есть она не просто так далеко улетела, вот. Но закономерность надо понять. Так, и как мне ее вычислить? Видимо, нажимая, нажимая кнопку. А, ну все, закономерность понятна. Так, и какая? Ну, в зависимости от того, откуда я нажал. Да, все верно. Попробуй просто так заюзать. Вот сейчас. Доброю. Только ты. Ох, ебать. А, я понял. Понял? Там надо контролить. Ну, вроде бы сейчас. Да, 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 да. Просто эскейп какой-то сумасшедший. Эскейпнется сложно, знаешь, это как паунт сларка, когда тебя враги могут перекрывать, чтобы ты, как бы, далеко не улетел. Пассивка там че, так-то герой уменьшается. Блин, ну как будто надо вообще пассивку покачать. А вот по этим билдам че думаешь? ПТ, сики по-любому че, она ловкащик, такой полу-кэрри. Какой-то диффузик надо что-то, типа такого, наверное, смотри. У нее и Сенес. Короче, что-то типа диффуз, там башер. Ну, короче, такое, как Урса какая-то. Урса, киллер, лик, че-то такое. Чувствую, какая-то она вот херокиллер герой. Блин, я честно нажал, короче, первый испол, я так и не понял, как он работает. Да, да, да. Смотри, убиваем, убиваем, убиваем. А че, это он не умер? Нет, это вот. А, это я телепортировался к нему? Да, ты не просто к нему телепортировался, там хорошо добил. Хорошо. И танго, танго, да, положите. Чем ты дальше от цели, тем ты дальше от него откажешься на первом скилле, понял? Да, это жесть. Это жесть. Ебать, он взорвался, да. Немножечко анлак от гранаты. Попробуй, короче, вторым сплом пролететь, просто пачку крипов или вот лесных крипов. Только не плотную, только не плотную. Вот, видишь, ты типа их дома. А еще раз можно? Да, можно сколько угодно разное. Если у тебя второй спол будет нормально длиться, ты можешь прям по кругу. Ну, его надо подкачать там, чтобы личность увеличилась. Ой-ой-ой. Загангарин, ну ничего, я должен был раздать, в мире для приличия. Смотри, второй спел, нажми, давай не второй спел, посмотри, что он делает. Оп, и управляй. Понял? Да, понял. Наверное, лучше не надо подкачать. Как манки-кинг какая-то. По ульте я, честно, ничего не понял, но... Эмм, там есть, да, свой нюанс. Патя, я на своих не могу. Нет, на своих не можешь. Я не могу вынести нас без шансов. Так, сейчас я прочитаю. Ненадолго порвает, а после создания открытия своих планов и руны. Внутри круга, братеньки, земля, с каждой клон открыт ваше действие. Так, смотри, уже можно думать, какой билд собрать. Блин, на самом деле, вот ты сейчас сказал, я думаю, а батлфьюрит вообще и надо. Я уже знаю. Это будет диффуза. Стакнуть, стакнуть. Конечно, конечно. Немного, ну, пару часов от игры есть. Играл, да, уже? Ну, да, конечно. Там, зависит от даст, играет. Да, мужику. Базовый урон от атаки. Ну, суть в том, что дозел эскиз, потому что все копии повторили твой спал. То есть там... А, да? Игру, если ты догон купишь, у тебя все копии коснут догон, понял. А, так, ну, молнии и масочка есть. Я знаю, саблищ. Если ты нажмешь гарпун, то что-то страшное произойдет. С иллюзиями? Да, они разорвут, мне кажется. Знаешь, как было подкрепление. Смотри, идем умесить их. Смотри, смотри. Ага. Пошло, пошло, добро, пошло! И этого тоже. Смотри, ты его видишь просто потому, что у тебя пассивка. Но, да, он ушел, скорее всего. Ульта очень много демо занесла. Да, да. Просто фигел. Да, но она в таргет, к сожалению, работает. Короче, еще моментик, это то, что если ты ультанул в чела, а он вышел с арены, то арена кончилась. Если ты вышел с арены, то арена кончилась. Если он умер, то арена кончилась. Понял? Да, но надо точно БКБ, вот че. Но если они все повторяют, ну, башен, наверное, просто баф. Только если ты обилку нажмешь, тогда они все нажмут. Но вот именно прокс башен не работает. Это, так скажем, единственный нерв. Но БКБ, если нажмешь, они все нажмут. Понимаешь, да? Да, Рамзес уже вообще в шоке, что происходит. Да, да, почти у тебя Рамзи, конечно. А, я тут огоню. У меня с пылы вообще почти без кода. Я тут огоню его, блин. А, иллюзия работает, так и знал. Я вот думал, на иллюзию сработает. Нет, просто хотел даже проверить. Ну, бедняга, просто Амсен Кинге. И этого. Ну, вторая пассивка, наверное, самая имбовая, кьюшка, не знаю. А ультимейт? Ну, типа, пока не понял, а сейчас ультимейт или ничего. Так, плюс 100. А что у нас такое-то? 101-ый. Как будто урон здесь... Сейчас, смотри, смотри. Ну, по-моему... По-моему, он все-таки выживет. Блин! Ну, как ощущается? Ощущается как? Ощущается стильно. Вот второй спелл и приятнее, чем Блинк, например. Или все-таки Блинк по приятнее. Второй спелл просто очень быстро кдс. Прям слишком мобильный герой из этого не становится. А, да, я предлагаю купить просто что-то интересное. Вот что можно интересно купить? Да, да, он пятый просто. Кросса, бедняга. А иллюзии бьют всех, да. Иллюзия вообще. Изначально они кастуют все в того, в кого ты нажал ульт. Вот, то есть, если ты дежал бы хекс, то они пять хексов бы дали в чувак Рава. Ну, люди, понимаешь, там не поверят, что, типа, я зашел и впервые увидел этого героя, скажут, что ты мне 30 каток предложил поиграть на нем, типа, сначала. Ну, конечно. Скажут, что я вообще там месяц на нем тренировался. Никто не поверит, то есть, мой скилл жестко. Пойдемте, собираемся в пятером, идем их долбить все жестко. О, смотри, еще смоки разбили. Не, ну, слушай, это нормально, ребят. В тройку, в тройку, в тройку, в тройку, в тройку. Вот здесь, вот здесь, вот здесь. О, видишь, летит, летит, летит. Давай, 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 давай. Только выжить бы как-то. А выжить, а выжить, а уже все, да. Как будто тут надо просто до конца сражаться, уже не выжить. Да. Ну, тут команды, смотри, солят их. Слушай, ну, типа, я вот нажал ульту, потом первый нажал, а что дальше делать, я забыл. Ну, видишь, у тебя по этому, у тебя по этому есть пассивка, чтобы все это откатывало. Так, где там враги? А, ну, вот сейчас мы проверим. Он в первом, ой, в ульте, в ульте. Да, он в ульте. Да ладно, просто посмотреть, как работает, по секунду. Не понял, почему он не умер, ну ладно, надо сваливаться. Крестик, крестик ему дали. Первый, а первый не жмется. Ничего, да, кстати, не нажать в руках. Ну, как он не умер, да, как это вообще говно, я не знаю. Ты пока не понимаешь, просто... Она слишком долго кастуется. Ой-ой-ой, красиво было. Да, 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 завернулась. А почему, кстати, мы не видим в инвизии? Видим-видим, просто он, он очень далеко от тебя, то есть ты инвесом, тебе, ну, чтобы раз, чтобы видеть его в невидимости, тебе нужно плотно подойти. Ну, очень сильная просто эта механика, типа, полностью контр-тенвиз. Ты можешь утонуть, убить его? Первый, первый. Давай, давай, давай. Не, слушай, мне бы такого сейчас героя в доте в 10, наверное, апнул. Да, да, но я предупредил, что он очень сильный, доча его бы сделать. Полетели. Выживет, все верят. Погоди, или выживет? Да, может, и выживет, но остальные это не должны. Лень, не выживет. Чуть-чуть заигрался, парничка. Давай, давай, этот, короче, апнутую сарду. Мне просто интересно, да, мне просто интересно, что будет. Сейчас на фарме. На карпунчик. Ой, и на базу. Ой, враги не сдаются. Враги реально не сдаются. Обрежешься. А дай, в принципе. Нормально. Короче, у тебя, у тебя, нормально. У тебя из-за того, что пассивка, магический урон, у тебя догон, с маквампиризмом, ты еще и хилишься от него, короче, у меня еще и эта штука, так что все нормально. Сейчас мы их разорвем на все части. Я могу тебе сказать, вот твою ошибку, это то, что ты не оставляешь ни одну кнопку под ультимейт. Ты нажал ее, и тебе ничего не остается, кроме как бежать, типа, и бить с руки по каймам, потому что все кнопки в кд. То есть ты попробуй оставить что-то, оставить ультим, оставить первый, например. Ну давай вот сейчас я нажму. И первый, например. Или второй, или что-то. Ну у Урси пизда за секунду, как бы. А тебя, тебя засалить, или просто. Да вообще ничего не происходит. Тебе просто засалить, или потому что. Ладно, надо сваливать. Да вообще ничего не происходит, я не знаю. Вот смотри, есть ульт и первый. Я, а не можешь, в рутах ничего. Чего не могу нажать? Да, потому что Эмбера пикнут прямой контрпик моему герою еще. Ну причем без шуток, я прям уверен. Я его вообще не могу практически убить. А он меня, ну просто чинить. Пирай, пирай. Ну урон это прилично. Получилось, но он на месте решил тп просто наносить. Да, да, да. Понимаю, понимаю твое недоверие, но... Когда на месте герой стоит, туда. Это сработало вообще как надо, я прям доволен. Да, злота, да. Ты можешь попробовать его убить, ты можешь на 2-го влететь, ультануть и 1-й. А, не пошла как-то. Сейчас, 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 сейчас выйдет, выйдет из инвиза. А вот... Как ты это да потратил? Да убей, да убей. И улететь со 2-го. Ой-ой-ой-ой. Не, слушай, я на нем очень жесткий. Стеки-стеки-стеки. Да, хорош. Хорош, хорош. Все, все, четко, все четко. Игрок это слишком легкое, если честно. Не ожидал. Не, я просто как бы жесткий игрок. Ты на мне дооценил, у меня думаешь, типа я, ну там, как бы слабенький. Ну да, бедняга на улице. Слушай, вообще без шансов просто. Ну, как сказать. Без шансов, без шансов, да, 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 да. Да, 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 да. Курсы 18 уровень. Те, говорю, так это сейчас службы, ты меня не веришь, мне все, все, смотри, я не буду отвлекаться, показывайте, за что меня стали уважать в Dota 2. Да, гарпун, гарпун. А, ну, блядь, не особо, к сожалению, не разрывается. Вот видишь, себя заблочили, как пауз. Ты можешь коснуть дагон, чтобы хп, хп, шо. Какой там? Не, перепрыгивай. Да, я думал, сейчас надо злойду на кьюшки, и оттуда выбеду. Поэтому не догонило. Они меня слышат, алло, ребята, давайте, давайте, let's go, let's go. Пошел, пошел, Урион, бляха, ты спасай его. Пиздец, братишка, этот не кастует, тот не кастует, но это что, вообще не серьезно? Ультуй, ультуй, улетай, ультуй, лети, ё-моё. По-моему, что, он просто встал. Извини, занервничал. Так, один пришел. У тебя есть, все кнопки есть. Ага. Кофиг. Не, ну иллюзии, сделали, сделали дело. Почему зубы гонятся? Это не совсем иллюзия, это скорее копия, но тем не менее. Если что, я заметил, но меня просто все пытаются запить. Ты, main target. Это катки. Это каточки. Это от силы, это от силы. это от силы, это от силы, это от силы. Но вообще надо было манту мне, наверное, брать просто вот в этой игре. Скинуть разочек сайлс где-то, скинуть ручик какой-нибудь разочек. У меня БКБ для этого как бы уже есть. Я просто за БКБ должен. Но его обидно тратить. Его обидно тратить просто. Ну вот тут да. Давай там бабочку дособираем. Да, и что-то на жир надо. БКБ что-нибудь возьмем. Или скайди, может. Ну БКБ или скайди. Он сейчас выйдет и кончится штучка. Манта. Ой-ой-ой. Но, к сожалению, нет. Не, ну как будто мы выиграли файт все равно. Да, файт выиграли, файт выиграли, да. Правильно. Ой-ой-ой. Кайтят, обесил, ёл. Почему я не вижу? Потому что ренжей не хватает. Так что ты его вообще не видел. Потому что вижена будет нет по факту. Герой. Хочется, хочется. Ой. Ну прикольно, герой, прикольно. Интересно, прикольно. А, блин, уж топнутый диффуз, может купить. В общем, можно было купить. Ну я могу тоже себя спуржить какую-нибудь фигню. Еще и типа на врага. Прикольно было бы испарить. Но у меня какой-то не такой билд, чтобы это. Вот видишь, если бы ты с ультой начал и потом, типа, но он продулит. Да, я не ожидал, что он тут, я уже даже второй пуст. Почему я борды увидел? Потому что у тебя пассивка. Она, я же говорю, она ванимает. Да, 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 она все это видит. Ни фига, я даже не знал. Ну, только всталкнул. Блин, только бы не нажал. Я понял. Да, да. Надо в этом зарезал бы быстрому. У меня к тебе знаешь, какой вопрос? По ассоциациям. Вот аналог, так скажем, скиллов из доты. Ладно. Ты себе или какая-то психа еще бешеный. Короче, вот первый спелл. На что похож первый спелл из доты из существующих скиллов? Я не знаю, как будто оба два спла похожи на какой-то, типа, какой антимага этот прыжок. Только первый, он еще какое-то время там, не знаю, у кого-то исчезает. Честно, не знаю, аналогов такого нет просто спла. Если второй еще можно сравнить с каким-то просто прыжком антимага, то, что ты можешь там, ну, как эскейп и плюс там ворваться, то первый, ну, такого я просто не видел. А ультимейт? Ну, что-то есть, типа, похожее, как арена МК, только кастуется во много раз проще. То есть, если арену МК ты пока поставишь, а здесь просто накидываешь на чело, и у него уже, вокруг него там его все долбят. Сейчас на втором залетим и устроим тусовку. Ну, блядь, наверное, здесь уже все знает. Уже просто, уже припайром живет, походе. Упти. Ты, кстати, все. Пиздец, ладно, БКБ надо. Мне кажется, очень плохо нажал кнопку. Тут еще, типа, станы, контроли на области. То есть, таргетная, в тебя ничего не нажать, когда ты втором скилленную на область, можно. И, типа, вот этот сенткинг, там... А, да, земелья. Но они камбэкнули. Хотя должна, кстати. Блин, да что, это вообще не башня, я вижу всякие вещи. Ну, это скорее... Вообще, да, герой не претендует на балансность, это я сразу себе говорю. То есть, он, как бы, очевидно, очень-очень сильный. Вот. Суть в том, что... Эннами, зная это, могли бы ставить варда на хг. Да, уж, от... Подраться мне не сможешь. Второе, 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 видишь, у тебя есть? И ты можешь, оп, и все, и выбрать, как бы... И опять у тебя есть второй. И опять есть второй. Понимаешь, да? Я не знаю, что произошло, что-то с тех разъебал просто. Не, но герой прикольный, только единственное, что... Вот это все, типа, вот у меня с этим большие проблемы. Я даже, когда начинаю билд придумывать, там, в обычной игре, у меня слишком много на это время не уходит. Ну, как будто реально тяжело это дается. Ну, да, да, ты, у тебя, типа, знаешь, как оперативка на компьютере просто заканчивается. Да, 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 у меня просто с этим проблемы, реально. У меня все очень долго. Нужно и крипов, так нет, это на самом деле у всех так, ну... Понятно, что герой, на котором ты уже умеешь играть, ну, будет проще сыграть, типа, на нем, потому что ты не думаешь о том, какой предмет купить, как прокачаться и так далее. А тут тебе не просто нужно об этом думать, тебе нужно вообще понять, что эти герой делают. Вот, не, ну, они, как сказать, молодцы, с другой стороны. Такого прессинга, когда вот этот бедняга, это страшно. Ой, ей. И полетели. У тебя надо 100 фрагов, короче, я придумал. Блядь, ну, это просто пиздец. Ну, да, люди не успевают за... Ой, где-то. Это не то, что не успевает, но нажмет он БКБ, а типа, ну... У тебя уже все откатило, вся эта комбинация. Ну, давай, где ты там, ё-моё. С моей сенсой, там, мышкой водить. Ты знаешь, на кого похож на сперматозоида такого, который... Ага. Что-то ищет, там, по-моему. Гоняет просто. Вау, прилетел. Так, нам надо пушить, это вообще не серьезно. Сейчас пиздец будет полный, мне кажется. Сейчас Даззл может шлепнем. Вот он, он видит, я не понимаю, как он видит? Сколько там урода произошло? Ты ж 10? Ну, я думаю, урона очень много. На самом деле. Если тут так вот без сопротивления, чего-либо. Думаю, что герой очень сильный, именно... Ну, вот второй спелл очень сильный. Он даже сам по себе очень быстро даже... Ну, и что ты его юзаешь прям по кулдауну. Короче, бфи точно нужен, потому что тебе ман... Ну, спеллы просто ману стоят, а ты очень их часто нажимаешь. Ну, у тебя... Айгис. Айгис, да? Так, так, ульта, ульта, ульта. И первый туда. Хорош. Ладно, ну, если бы добавили сейчас герой такого в доту, и вот ты бы он ли на нем играл? Максим ПТС, который ты бы смог взять, сколько был бы? Ну, я думаю, 1008, я бы апнул, наверное. Ну, ты 7-8 точно. Думаешь, мега сильный на герой. Ну, да. Не, ну, такого... Именно вот с таким количеством там демоджа вряд ли бы добавили. Слишком много ульта, мне кажется, на нас. Да, да. У вас ни одного байба. Да ты их пятерых убьешь, мне кажется. То есть, если они сейчас соберутся... По одному, точно. Или из-за того... Сколько мне там иллюзий? Миллион, 7 штук, 7 догонов. Минус такого билда в том, что ты не бьешь, у тебя не откатывают скиллы. Если бы ты собрался на демодж сурки, то ты бы как бы должен был бить, и у тебя бы все откатывало, все жалость, все откатывало, все жалость и так далее. А с догона, ну, ты убил чувака, и вот сидишь, ждешь кулдаун. Как будто бы не совсем. Какой-то тинкер. Уверенно. Идем. У как? У тебя просто фрагов скоро будет больше, чем у команды соперников. Ой. Сзади потасовка. Ну, все, враги не справились. Скиллов, ну, почти больше. Почти, да. Урсу, Урсу надо додавнуть. Ну, короче, это не я плохо забалансил, это просто ты жестко их всех отъебал. Нереально. Ну, второй реально ебал. Вот то, что он через препятствия проходит. Второй самый жесткий, не учитывая ульту, то есть со вторым просто супермобильный, ты можешь загангать любую линию, уйти очень часто, и поэтому, думаю, второй относительно кулдауна и то, что он дает, самый жесткий справед. Да, ну, нормально, что-то считаю. Да? Первый раз на кэре. Да нет, ну, герой очень сильный, в том плане, что, говорю, второй спейл просто, вообще, просто имбан, мне кажется. Слишком обильный, очень быстро летаешь, типа, ну, ты его сам себе кулданешь, пока нейтралов просто бьешь. Прям нереально быстро по карте перемещаешься. Первый, я не почувствовал, что он слишком какой-то имбовый. Третий дает вижен и немного урона, типа, ок, а ульта, сульта на самом деле очень легко, типа, задоджить и проще, тоже не такая имба. Ну, второй самый имбовый, да, как по мне. Знаешь, новый экспириенс, новое что-то попробовать. Хотелось бы, конечно, я понимаю, что со второго, вот если бы мы это перезаписали второй раз, я бы просто вот в соло выиграл эту игру, реально в соло. Потому что, пока ты поймешь, как это все работает, а по факту, тебе надо было просто нажать ульту, нажать манту, первый спейл, и ты убиваешь практически любого героя. То есть, ну, это нереально сильная комбинация. Я только до нее догадался, там, после 25-й минуты, это, наверное, поздно. То есть, может, бы вообще, эту за 20 минут катку закончить. Ну, прикольно, на самом деле, ну, хотя и Аганим тоже был классный, этот герой прикольно просто. Я не помню, а на Аганиме я играл один, да? Или у меня тоже была команда? Нет, нет, тоже команда была. Просто там были нубы. И я был, там герой посложнее в разы при чем. Думал, будет намного сложнее, типа, я знаешь, ну, думаю, сейчас, я тебе просто вот играю в обычную доту, думаю, сейчас там что-то мне скажут, какие-то новые там что-то это. Вообще, обосрусь, ничего не получится. Ну, видишь, как говорится, талантовый человек, талантлив во всем. Ну, короче, в целом, что, все, спасибо тебе большое, вот, надеюсь, что тебе понравилось. Да, понравилось, прикольно. Также, чуваки, отдельное спасибо хотел выразить всем, кто принимал участие в этом ролике, их никто и мы увидите прямо сейчас на экране. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, до скорого. Субтитры сделал DimaTorzok